Евангелие Луки, 19 глава. Евангелие Луки, 19 глава, описывает события, которым читал Павел Григорьевич с самого начала, с Евангелиста, Евангелие от Марка. Евангелист Лука повествует так. Когда он приблизился к спуску с горы Илеонской, все множество учеников начало в радости и велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. То есть Иисус Христос приближается к Иерусалиму, сидя на осленке, согласно пророчеству, которое было сказано о нем. И видя его, спускающегося с горы, все множество учеников, это не 12 только апостолов, а множество, это сотни-сотни людей, начинают славить Бога за все чудеса, которые видели, которые творил Иисус Христос, живя на земле. И как они славили Бога? Они говорили, благословен Царь, грядущий во имя Господня. Мир на небеслах и слава вышних. 39 стих. Но там находилась другая группа людей, это фарисеи. И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему, «Учитель, запрети ученикам Твоим». Интересно, а почему они так говорили? Почему фарисеи не были рады тому, что народ встречал Христа велегласно в славе Бога и просили, чтобы просили о том, чтобы Христос повелел им, чтобы они замолчали. Но Он сказал им в ответ, «Сказываю вам, если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. И сказал, «О, если бы и ты хотя бы в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Послушайте, что дальше Христос говорит, «Ибо придут на тебя дни, на Иерусалим, на живущих в нем, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят камня на камне». Дальше говорит причину, почему. «За то, что ты не узнал времени посещения твоего, за то, что ты не узнал своего Мессию». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им написано, «Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. «Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его». Находясь в храме, Иисус Христос учил каждый день, но были те, которые, слыша его, хотели погубить его. Вот так повествует нам евангелист Лука о том, что произошло в это вербное воскресенье, когда Иисус въезжал в Иерусалим с учениками своими в эту пасхальную неделю праздновать Пасху вместе со своими учениками. Евреи праздновали Пасху всю неделю, семь дней. И заканчивалась празднование Пасхи Великой Субботы, начиналась Суббота и заканчивалась Суббота. Христос был евреем, который почитал все традиции того времени и закон Моисеев. Он с детства был научен этому, и он, и ученики его, которые также были все евреями, также праздновали этот праздник, праздник Пасхи еврейской, это выход израильского народа из рабства египетского. И вот, если бы мы с вами спросили у Христа о том, что его ожидает на этой неделе, наверняка он бы вам сказал бы, что его ожидает. Он прекрасно знал, что, когда с ним случится. Он даже своим ученикам заранее сказал, что мы вот сейчас восходим в Иерусалим, и когда мы войдем в Иерусалим, там меня ждет следующее, он перечисляет. Я должен быть предан в руки людей, которые должны меня убить, не должно пострадать, быть распятому и в третий день воскресну. Он ученикам своим абсолютно все говорил наперед. Но знаете, что, когда люди слушали и Христа, многие вещи они как-то пропускали мимо, они даже себе не представляли такого мессию, который должен был умереть позорной смертью на кресте. Но если удивительно, если мы с вами вместе читаем Евангелие, все, любое Евангелие, Матфея, Марка, Луки и Иоанн, везде повествуются о торжественном входе Христа в Иерусалим. У меня к вам вопрос. Вот если бы вы ехали бы в город, и вы знаете, что в этом городе вас убьют с самой страшной смертью, с каким вы настроением в этот город ехали? Я вам скажу, как я поставил себя на месте Христа, я, наверное, думал бы, я бы туда вообще не поехал. Что, что, но если бы я знал, что со мной так поступят, я бы и на Пасху Иерусалимскую не пришел. Люди сегодня не посещают Пасху, не приходят в Дом Божий на Пасху даже по более другим причинам. Но если этот праздник Пасхи будет мой последний, и я стану этим агнцем, который должен быть заклан, то, естественно, человек пытается каким-то образом отойти в сторону от страданий, тем более от смерти, и избежать. Скажите, когда Христос спускался с Иллионской горы, и Он восходил в Иерусалим, разве Он не знал, куда Он идет и что Его ждет. И удивительно, в то же самое время все евангелисты повествуют о том, что Его вход в Иерусалим был каким? Торжественным. Христос идет на Свою смерть, но идет как не как жертва обстоятельств. Знаете, овечек вели на казнь, а Он сам идет добровольно. Как Агнец предстригущими Его безгласен был, так и Он не отверзал уст Своих. Он добровольно шел на смерть. Он шел, и удивительно, Писание говорит нам, Он шел как на праздник славы. Пасхи. Знаете, чем закончилось празднование Пасхи Христа с учениками Своими? Еврейской Пасхи. Он им сказал, когда уже заканчивалось все, они уже все поели, и пришло время ему последнюю молитву совершать. Прочитайте дома 17-ю главу Евангелия Тьяна. И Христос начинает свою последнюю молитву, когда закончилось четверг празднование Пасхи, они уже съели анца. Как Он начинает молитву свою? Перед тем, как уже идет Гефсиманский сад. Он говорит, Отче, пришел час какой, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Ту славу, которую я имел у Тебя, яви ее сейчас. И Он пошел в Гефсиманский сад на страдания, на смерть, на предательство. Друзья мои, у меня, когда я размышлял о этом тексте, появилось несколько вопросов, на которые я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами порассуждали. Я думаю, что ответ на эти вопросы поможет вам очень в жизни реально, знаете, когда мы с вами будем встречаться с реальными проблемами, идти по жизни, знаете, может быть, не так, как Христос, но хоть немножко быть похожим на Него. На английском языке его вхождение Верусалим называлось Triumphal, то есть триумфальное шествие, триумфальное вхождение. Обычно так входили люди, которые были победителями, которые завоевание, проявили какую-то войну, выиграли ее и входили торжественным маршем, и народ встречал своих победителей. Только, конечно, они не на сленки ехали, они ездили, въезжали в город на белом коне, как победители. Триумфальное шествие Христа. вопрос очень простой. Наша жизнь с вами является победным шествием, триумфальным шествием или нет? кто-то говорит не всегда. А почему нет? Когда мы с вами встречаемся с реальными проблемами, жизнь Христа нам не была легкой. Но заметьте, Он нигде никогда никому не жаловался. Удивительно, люди пытались Его многократно побить камнями, скинуть с горы. Они называли Его самыми последними словами, что Он богохульник, что Он сын дьявола и так далее, и так далее, и так далее, что изгоняет нечистых духов с силой бесовской. И никогда Христос не подходил к Своим учениками и говорил, слушайте, а вы можете с ними разобраться, почему они такие, вещи обо мне говорят. Всегда у него было какое-то, знаете, отношение совсем другое, чем у нас иногда в жизни с вами. Он взял наши болезни на себя и не жаловался. Он, будучи богат, обнищал ради нас и никогда не ходил с понуренным лицом и говорил, какой я бедный и несчастный. что обворовывает нашу жизнь сегодня от триумфа? Что мешает нам сегодня жить и идти по жизни с высоко поднятой головой? Вы скажете, ну, жизнь сегодня поменялась, другая, соцсети нам мешают, слишком там много плохого говорят, слишком сегодня много булы развелось, то есть тех, которые высмеивают, надсмехаются или унижают других. А скажите, что во времена Христа было меньше этих людей? Христос проходил мимо, помните, самарянского селения, и ученики увидели, что их не принимают в это селение, не хотели им продавать пищу даже для того, чтобы им покушать. И ученики говорят, давай мы огонь сведем с неба на них. Как Илья сделал, а Христос говорит, ну, 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 вы не знаете, какого вы духа, сын человеческий пришел не губить людей, а спасать их. И поэтому он сел у колодца с женщиной самарянкой, и никто бы из набожных евреев никогда бы не сел у колодца с ней поговорить о жизни, о проблемах, которые у нее были. Религиозность иногда нам мешает некоторые вещи делать. Ученики были очень религиозные. Но когда они встретились с проблемой, что люди их не принимают и не встречают, у них и радость жизни пропала, и у них первое желание какое? Огонь с неба, чтобы он их пожрал всех. Христос говорит, ну, сын человеческий не для этого пришел. Друзья мои, что в нашей жизни вот сегодня, вот где мы с вами находимся? Каждый из нас находится, наверное, на своем пути. Следование за Богом, может быть, в сторону Бога идем, приближаемся к Нему. Скажите, ваше шествие победное? Вы внутри себя ощущаете победителем? Знаете, если нет, то мы будем Голгофу всегда обходить стороной. Но если мы с вами Голгоф обходим стороной, то мы никогда не узнаем, в чем смысл воскресения. А если мы не узнаем, в чем смысл воскресения, то мы никогда не поймем, в чем вкус настоящей победы. Мы не поймем, в чем смысл победы над смертью, если мы не пройдем через Гефсиманию, если мы не пройдем с Христом через те страдания, которые он проходил. поэтому апостол Павел говорит, что если мы отождествляем себя с ним страдающим, то мы и будем силу его воскресения испытывать в своей жизни. Как вы думаете, кто праздновал день 9 мая, день победы? Те, которые сидели в канцеляриях и бумажки заполняли, либо те, которые прошли от Москвы до Берлина и остались живы. Те, кто видел смерть, те, кто сам подставлял свою жизнь, те, кто вытаскивал своих друзей, он видел запах, чувствовал этого пороха, он видел ту цену, которую люди платили за эту победу. те, которые сидели бумажки заполняли все, это тоже хорошо, но это совсем другое ощущение победы, не так ли? Знаете, когда мы с вами сидим на трибунах и хлопаем нашей команде, чтобы она выиграла, ощущение победы совсем другое, нежели я, когда нахожусь в этой команде и играю за то, чтобы выиграть. А если команда не выиграла, я могу что плохое сказать, я же зритель. Скажите, наше с вами сегодня шествие, а капитан этого шествия Христос, оно победное? Если нет, друзья мои, есть реальные причины, почему это. Я хотел бы три причины короткие сказать, мы с вами вместе помолимся. И в жизни своей, если вы это даже запишите где-то, оно очень здорово вам поможет. Поменять свой attitude, свое отношение к жизни поможет вам посмотреть на те же самые вещи совсем по-другому, потому что и ученики, и Христос находились в том же самом Гефсиманском саду, находились в той же самой комнате, где они принимали вечерю Господню, но один шел триумфиально на крест, а другие, когда встретились с проблемой, что сделали? Разбежались каждый в свою сторону. Вы знаете, можно посещать одну и ту же церковь, можно читать одну и ту же Библию, можно ходить на одни и те же собрания, но жить совершенно по-разному. И вопрос не в том, что я совершаю, приходя в храм. Люди приходили в храм, и когда Христос начал очищать храм от всякой грязи, исцелять и учить людей, те, которые были, так сказать, in charge of the temple, которые были ответственны за храм, что они хотели с ним сделать? Убить его. Заметьте, друзья мои, посещение храма еще не гарантирует нам победной жизни. Чтение Священного Писания важно, но оно не гарантирует нам еще победной жизни. Я бы не хотел, чтобы мы с вами только остановились, знаете, на том, на чем остановились фарисеи и книжники того времени. Они знали закон, они давали десятину, они были набожными, они были своего рода правильно говорящими, преподающими теленные вещи, но силы Божьей, силы жизни во Христа Иисуса в них не было. И поэтому, когда Христос встретился с этим фарисеем, Он сказал, Никодим, разве ты не знаешь, что должно родиться свыше? Если эта жизнь в тебе есть, тогда и твоя жизнь будет победной. Итак, что же сегодня обворовывает нашу жизнь от этого триумфа в котором находился Иисус, когда входил в Иерусалим, даже идя на крест на смерть и на страдания. Кто записывает на английском, дети записывают, я им попросил, они мне сказали, записывайте, скажите на английском. The triumph is real when we know the very end. The triumph is real for our life when we know the very end. триумфальное шествие или победная жизнь, она реальна для нас тогда, знаете, когда мы верим в то, чем это все закончится. Вы знаете, как тяжело вместе с людьми играть в одной команде, которые не верят, что мы победим. как тяжело идти на войну с теми, которые говорят, а мы все равно проиграем. У Христа вот такая команда была учеников, которые говорили, а мы все равно проиграем. Христос говорит, но мы не проиграем. Почему? Потому что я верю Отцу Своему, который сказал, что в третий день я воскресну. Все оставили Его, все не верили в Него, все до одного отреклись от Него. Он говорит, вы меня оставите все, но Отец мой до самого последнего Он будет со мной. И поэтому я вхожу в Иерусалим с триумфом. поэтому я иду на крест, зная, что это не точка. Дьявол думает, что на этом все будет закончено. Фарисеи и книжники после распятия, когда возвращались в храм, помните, что они делали? Они потирали руки свои. Ну все, наконец-то мы от этого мессии избавились. и вдруг к ним мысль пришла. А он, когда был жив, говорил, что давайте мы камень приложим и что сделаем? И охрану поставим. А вдруг что-то произойдет? Друзья мои, никакая охрана, никакой камень не сможет удержать то, что Бог определил в плане Своей для нас как победу. Какой Бог давал обещание израильскому народу? Он говорил так, если я буду с вами, никакое оружие, которое сделанное против вас, что? Оно не будет иметь успеха. Какие бы новые виды оружия враги бы не пытались выдумать, против вас не будет иметь успеха. Почему? Потому что ваша победа зависит от меня. Я ваша победа, говорит Бог. И мое присутствие среди вас, это гарантия, что вы будете на стороне. Кто выиграет? У меня вопрос опять-таки к себе, наверное, каждому из вас. Как вы сегодня себя ощущаете? мы все равно проиграем. Все равно с этого ничего не получится. Все равно все вокруг обманывают. Толку никакого не будет. Политики такие, жизнь такая, одно, другое, третье. да, мы слышали, что Христос придет, но уже две тысячи лет уже прошло, все говорят, говорят, а он еще не приходит и не приходит. Как было вчера, так и будет завтра. Друзья мои, с такими людьми на войну не идите. Они вас потянут за собой. Они вас потянут в свое отчаяние, они вас потянут в свой страх, в свою депрессию. Христос говорит, но, 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 но. Если вы со мною, то у вас будет то, что меня ожидает, а меня ожидает слава отца, которую я оставил. Я возвращаюсь к Богу отцу, к Богу славы, сижу, одесную его, и если вы в моей команде, вы будете сидеть со мною на престолах и судить двенадцать колен израилевых. Вау! Вы будете судить мир, который отказался верить. Если вы со мною, то конец ваш, та слава, которая у меня есть, она будет ваша. Друзья, мои, что нам помогает сегодня идти вперед, когда мы встречаемся с проблемами в жизни? Вы знаете, что мне помогает? Что все страдания это временные вещи. Что все проблемы, которые я встречаю, это на короткое время. Что все испытания, которые есть сегодня, какие бы они ни казались нам длинными, придет момент, и Бог свое слово исполнит. Сколько лет надо ждать? Друзья, мои, я хотел бы вас спросить, сколько лет Иосиф ждал, пока сон, который он видел, исполнился в его жизни? Сколько лет он ждал? 20 лет. Он видел сон, когда был ребенок, помните? Что в один день твои братья сегодня, которые тебя уничижают, которые тебя обзывают, те братья, которые с тобой не считаются, в один день они будут, как те колосики, которые будут поклоняться тебе в ноги. И он даже папе сказал своему, папа, и ты тоже поклонишься мне. И папа был очень недоволен. Я поклонюсь тебе, мы, старшие братья, поклонимся тебе. И еще больше возненавидели его. Все помните, что прошло? Его продали в Египет, время пошло, они думали, все, все забыто. Но это у нас может быть забыто, но не у Бога. Потому что Бог сказал слово свое. Помните, 20 лет прошло, голод, приходят, и что они делают, когда они увидели его? упали все и поклоняются ему. Друзья мои, мы можем иногда с вами ждать период времени, но поверьте, придет все равно этот момент, когда мы увидим славу Божию. И эта слава Божия будет для нас не просто, как, знаете, мы будем наблюдать за ней, мы будем частью этой славы. Почему? Потому что если Христос в нас, и мы в нем, и он будет прославлен, и мы вместе с ним будем иметь часть этой славы. Поэтому не потому, что мы такие герои, а потому, что за кем мы идем. Это меняет сегодня. Поэтому я хотел бы вас призвать, друзья мои, что бы в жизни не происходило, завтра, может быть, и вас ждет впереди Голгофа, может быть, ждут страдания, может быть, свой Гефсиманский сад, может быть, вас завтра ждет измена ваших близких людей, которые вас ожидают. Сегодня вы вместе с ними будете встречать Пасху и есть с одного стола, а буквально завтра они могут вас предать. Это все может быть. Не думайте, что это все, на этом конец. Нет, это не конец. Люди, которые сегодня встречали вас с пальмами, ветвями, завтра будут кричать распни. Да, ученики подумали, ну вот и все, вот и все. Господь сказал, нет, это не все, это только начало. Поэтому, если, друзья мои, хотите, чтобы наша жизнь была победной, помните, что наш главный ориентир это Иисус Христос. Это не обстоятельства вокруг нас, это не люди, которые вокруг нас. И если мы хотим почерпнуть сегодня силы для победной жизни, мы должны поверить в Его Слово, так как и Он поверил в Слово Своего Отца. Второе. Triumph is real when you are willing to pay the cost. Триумфиальная жизнь или победная жизнь, она реальна для человека, только для того, кто готов платить за эту цену. Вы посмотрите сегодня любого спортсмена, олимпийский чемпион, бывает такое, человек с печки встал и стал олимпийским чемпионом. Сколько подготовки, сколько работы, сколько занятий, сколько всего, сколько тренировок, сколько диет, сколько нужно всего, отказываться от всяких вечеринок, прогулок, от всего остального полностью, ты только сфокусирован на этом. для чего? Для того, чтобы хотя бы добраться до олимпийских игр. А если твое желание получить, как апостол Павел сказать, я бегу не как все, а бегу, чтобы получить высшую награду, и ради этого я от всего отказался. Друзья мои, если мы хотим жить победной жизнью, мы должны быть готовы платить за это цену. У нас очень слабые иногда, знаете, бывают планку, для детей надо ставить такую планку. Вот если ты выучишь стишок, я тебе за это дам благодарность. Вот маленькому двухлетнему говорят, выучи стишок, Бог есть любовь. Он учит, Бог есть любовь, да? И он чувствует себя, что он уже чего-то достиг. Окей, а представьте себе, если этому мальчику уже 10 лет, и вы ему говорите, вот скажи, Бог есть любовь, и ты все, ты будешь молодец, я тебя за это буду награждать. Нет, да для десятилетнего Бог есть любовь, это недостойно награды. Есть то, что в нашей жизни определяет радость триумфа, победы, когда мы вложили много от себя когда мы вложили все, что у нас есть. Апостол Петр говорит, мы оставили все и пошли за тобой, что нам будет? Христос говорит, будет, верьте, будет. Вы даже себе представить не можете, что вам будет за это. Друзья, мы еще один важный момент, чем больше цену мы платим, тем более слаще наш триумф. чем больше цену мы готовы платить, тем более важнее и ценнее становится нам наша победа. Вы помните, Христос привел притчу о купце, который когда узнал, что сокрыто сокровище на поле, помните? Он идет и продает все, что у него есть. Для чего? И покупает это поле, потому что он на поле понял, что есть сокровище. Скажите, а если бы он когда бы купил поле, вдруг понял, что это фейк, был бы банкрот, правда? И люди, которые смотрят, он все продает. Он сказано все продал. Знаете, как Христос сказал? Он продал все с радостью. И идет, покупает это все поле. Люди смотрят на него, что он продает, и говорят, у тебя мозгов нет. Жена говорит, а ты что делаешь? А он говорит, я пока не могу тебе сказать, потому что жене скажешь, остальные будут знать. и он молчит, он ничего не говорит, он знает, что сокровище спрятано на поле, нужно все сделать побыстрее, чтобы это поле купить, как только ты станешь хозяином этого поля, ты станешь обладателем этого сокровища. Он продает все, денег не хватает. Он думает, что делать дальше? Он готов, готов сам, наверное, себя продать в рабство на короткое время. Почему? Ради чего? Ради того, что он знает, что там есть ценность. Правда? Посмотрите, некоторые люди, как они жертвуют собой, ради чего? Потому что они поверили, что за это стоят их жертвы, страдания, не так ли? И люди отдают так много. Друзья мои, если мы хотим победной жизни, Бог нас не будет требовать больше, на что мы готовы, или на что мы способны. Но Он хотел дать богатому юноше большое богатство, но которое богатство было у него, оно мешало ему получить богатство от Христа. И он говорит, хочешь получить от меня то, что я тебе готов дать. Тебе нужно сначала свое от этого отказаться, и потом ты получишь то, что я готов тебе дать. А богатый юноша что сказал? Sorry, я не готов отдать то, что у меня есть. Маленький мальчик пришел к папе и говорит, папа, ты вот эту вазочку наполни конфетами, ты можешь дать мне так много конфет, что папа говорит, я готов тебе дать. А на дне вазочки была одна конфетка. И он засунул туда руку, взял эту конфету и пытается ее вытащить, а рука не вылазит оттуда с вазы, потому что она в кулаке. И папа ему говорит, сыночек, ты эту конфетку отпусти, да, вытащи ее, ручку, а я потом насыплю полную вазу конфет. А он говорит, но я не хочу это, я хочу свою конфету туда вытащить. Но пока ты не отпустишь то, что у тебя в руке, я не могу туда добавить ничего, все закрыто. Вот так и в нашей жизни, друзья мои, происходит. Бог говорит, я хочу, чтобы ты жил победной жизнью во Христе Иисусе, но тебе нужно отпустить, за что ты держишься сегодня. кто-то держится за материальные богатства, кто-то держится за свой статус, за свой имидж, кто-то за какую-то репутацию свою, за все остальные вещи, которые похожи на эту конфетку. Бог говорит, мое благословение по отношению этого ничего не стоит, но ты не понимаешь сейчас, по сравнению с вечностью, то, за что ты сегодня держишься, оно ноль. Мы наги пришли в этот мир, Писание говорит, и что сделаем, когда будем уходить, и такими же самыми уйдем с этого мира. Мы ничего сюда не принесли, и ничего с собой назад не заберем. И вы знаете, Моисей в этом плане был человеком, с которого нам стоит взять пример. Помните, он сказано, он временное временное богатство, которое было у фараона, хотя он был в царском дворе, в доме фараона воспитывался, он предпочел это четою, он лучше захотел страдать с народом Божиим, и поношение Христа, он предпочел для себя большим богатством, нежели оставаться сыном фараона. Скажите, вы бы отказались от статуса сына фараона и скитались бы? Но если вы бы не отказались, у вас никогда не было бы той славы, которая сегодня у Моисея. Кто сегодня помнит сыновей фараона? Никто. А кто сегодня знает Моисея? Практически все народы. И мусульмане, и христиане, да? Евреи тем более. Почему? Потому что готов был из своей руки отпустить за то, что держался. Друзья мои, в этом смысл победной жизни. Он видел, он видел ту славу, которая будет в будущем. Он его, когда Бог его поднял на гору, он сказал, посмотри, вот с этой горы, вот это все, эту землю обитованную, она будет твоя, я тебя посылаю, я тебя введу, народ введет. И он говорит, все, я все понял. Другие этого не видят, ты мне показал, я готов идти. И каждый день он шел, трудности, проблемы, люди восставали, проблемы тут с родными и близкими, брат и сестра против него восстали, израильтяне готовы побить его камнями, говорят, мы вернемся назад. Каждый день новые проблемы, что дает ему силу триумфиально идти дальше, что дает ему силу? Он видел невидимое, то, что не видели остальные, и он был тверд. и он готов был платить эту цену, идя по этому пути, потому что он знал, что ожидает впереди. Друзья мои, если мы сегодня не готовы платить цену, мы не можем рассчитывать на победную, триумфиальную христианскую жизнь. мы можем облачить наше существование, знаете, как израильский народ, пока 40 лет ходить вокруг одной горы, пока не умерло все поколение. На это мы можем рассчитывать. Но жизнь веры это жизнь победы, это жизнь, когда ты видишь невидимое, и ты тверд в этом, и это двигает тебя каждый день вперед и вперед, но нужно быть готовым платить за эту цену. Христос заплатил цену. Он говорит, что вы, мы все куплены чем? Дорогою ценою. А кто ее заплатил? Он эту цену заплатил. Без этой цены сегодня бы не было у нас бы ни прощения, ни жизни вечной, ни любви Божьей мы бы не знали. Третье. Triumph is real when you are able to enjoy the moment. when you take one day at a time to bless those whom God gave you. Triumph is real when you are able to enjoy the moment. Триумф реальный, друзья мои, знаете, когда? Когда мы с вами радуемся сегодня тому, что Бог нам дал. представьте себе, вы сидите за столом, празднуете еврейскую Пасху. Близкие ваши люди, самые близкие, которые у вас есть. Вы говорите им, идите приготовьте Пасху, но вы знаете, что все эти люди через один день вас все предадут. Скажите, вы будете радоваться за этим пасхальным столом? А Христос радуется. Христос радуется. Друзья, мы не знаем, кто нас, и мы не радуемся. Бывает. Христос знает, что он находится в кругу своих предателей. И как он с ними разговаривает? Он берет тазик и моет им ноги. Что-то такое происходит. Господи, так они же завтра скажут, что тебя не знают. Петр сегодня, он говорит, что я там готов за тебя. Христос, наверное, бы сказал мне, если я бы такой вопрос задал. Он говорит, а в чем твоя проблема? Я живу сегодняшним днем. Сегодня я ему помыл ноги. Завтра он меня предаст, это его дело. Друзья мои, наша победная жизнь, дьявол нас обворовывает каким образом? Он говорит, не делай, не служи ближнему, потому что этот ближний за твое доброе дело потом тебя предаст. Не помогай, почему говорят? Потому что доброе дело никогда не бывает не наказанным, да? Сделаешь добро, проблемы будут. И дьявол говорит, не делай добро, не надо, не хочешь, чтобы тебе плохо говорили, не разговаривай ни с кем, закройся до дома от всех коронавирусов подальше от людей, ни с кем не встречайся, не общайся, никому не ходи, ни с кем не разговаривай, и тебе будет легко. Ой, какая победная жизнь, ой, какая счастливая жизнь в полной изоляции, как дьявол обманывает людей сегодня. Друзья мои, если мы хотим жить победной жизнью, Бог нам посылает сегодня людей, которых Он определил для нас, которые являются частью нашей жизни, послужите им во имя Иисуса Христа, и ваша жизнь будет победной. Вы скажете, наверное, а Он все равно не оценит то, что я сделаю. Ну, что я ему ноги помою, а Он потом этими ногами по моей жизни прокатится, потопчет меня. Сегодня Ему подам руку, а потом он меня этой рукой ударит. сегодня Ему сделают добро, а завтра Он мне на старый след скажет, что я тебя не знаю, десятая дорога обойдет. Смотрите, что происходит. Видите, мы сами себя обворовываем, правда? Христос знает, что с Ним будет, и все равно берет тазик, берет полотенце, моет им ноги, рассказывает им, как детей их учит, увещевает, наставляет, защищает, в Гефсиманский сад приходит, он их в сторонку отводит, лишь бы вот, бери меня, возьмите их, отпустите в сторону, и так далее, и так далее. Триумфальная жизнь, победная жизнь, это реальность. Друзья мои, только в том случае, если мы с вами сегодня служим тем людям, кого Бог послал нам в жизни. у вас есть родные и близкие, у вас есть ваши соседи, у вас есть ваши друзья, Бог вам этих людей дал, не так ли? У вас есть ваши дети, вы можете думать, если я буду еще больше делать, у меня меньше останется, а в ответ ничего не будет все равно. И что произойдет? вы свою жизнь только ей хуже сделаете. Христос возлюбил нас, когда мы были грешными, и Он отдал Своего Сына ради нас, и Он не ожидал от нас ничего. И если к Нему и повернулись спиной, и люди, которых Он исцелял, врачевал, встали в эту толпу и начали кричать распни, А сегодня Он слышит Асана, Он им не говорит им помолчите, я знаю, что вы завтра будете кричать. Он сегодня слышит их и говорит, да пусть говорят, почему? Потому что если они умолкнут, камни возобьют и их не останавливает. Вот что дает нам торжество во Христе Иисусе. Вот что нам дает друзья мои, сегодня реальную победу в нашей жизни. Почему? Потому что завтра Бог, когда эти пройдут люди через предательство, начнет свою работу в их жизни, и они станут теми, которые понесут Его Слово до края земли, и сами станут кем? Мучениками за имя Его. Это делает Бог. Это делает Бог в нашей жизни. И Он поворачивает тех, кто сегодня нас ненавидит, и становятся нашими друзьями. Те, которые сегодня наши друзья, завтра становятся нашими врагами. Все в Его руках. И пусть, друзья мои, эти вещи сегодня не блокируют наше сердце от любви, которая должна изливаться по отношению этих людей. Сто процентов. Сто процентов. То, что вы делаете, оно будет иметь результат. Помните, апостол Павел говорит, что и так делая добро, что делаете? Не унывайте. Почему? Потому, что вы в свое время пожнете. При каком условии? Если не ослабеете. Делая добро, не унывайте. Значит, когда я делаю добро, у меня будет причина для моего уныния. Мысли всякие дьявол будет посылать, обворовать меня от торжества победного духа. Но продолжай делать. Продолжай до самого последнего момента заботиться. Он висит на кресте, он смотрит на своего ученика Иоанна. И что говорит? Мать своей, вот это сын твой, позаботься о нем. Ему говорит, это мать твоя, позаботься о ней. Умирает, истекает кровью, о себе заботится. Последние слова, которые произносят вися на кресте, забота о других людях. Поэтому, друзья мои, наша жизнь часто лишена радости и триумфа, потому что мы начинаем быть сфокусированными на проблемы других людей, на их реакцию, что они скажут, как они себя поведут, что они будут делать, какие они сплетни про нас скажут. И когда мы начинаем фокусироваться на это, мы обворовываем свою жизнь от торжества, от радости в Боге. Да пусть они что хотят, говорят, а мы будем делать то, к чему нас Бог призвал. а мы будем открыты к тому, что Он готов для нас делать. Христос в своей молитве сказал ученикам своим, молясь Отцу о учениках, Он говорит, отче тех, которых ты мне дал, я их всех сохранил и никого из них не погубил. Я хочу, чтобы там, где Я буду, чтобы что? Чтобы они были со мной. А вы знаете, что произошло через один день? Они все от Него отказались. За один день до их предательства Он молится, Господи, Отец мой, я хочу, чтобы тех, кого ты мне дал, чтобы они были там, где Я буду. Может, вы сегодня чувствуете на сердце, что у вас с вами неправильно поступали в жизни, к вам неправильно относились, с вами неправильно обошлись, неправильную информацию у вас распространили. Что бы это ни было в жизни, с какой бы несправедливостью вы столкнулись, друзья мои, не позвольте, чтобы это лишило вас радости и торжества победной жизни во Христе Иисусе. Если вы позволите этому произойти, вы лишите себя Божьей радости. Это от нас зависит. От нас зависит. Цель дьявола, если не погубить нас, то хотя бы обворовать нас. Поэтому пусть в это триумфиальное воскресенье въезда Христа в Иерусалим будет для нас, для всех с вами уроком и благословением для нашего триумфиального шествия и следования за ним по жизни. Кратце напоминаю. Первое, это если мы понимаем конец, цель, чем все закончится, мы понимаем, что мы будем в славе с Сыном Иисусом Христом, то сегодняшние наши временные страдания, апостол Павел говорит, это как бы ничто, это ничто по сравнению с той славой, которая должна случиться там, произойти. Поэтому я продвигаюсь вперед, забывая заднее, простираюсь вперед, говорит апостол Павел. Второе, это то, что когда я простираюсь вперед, я понимаю, что на этом пути мне нужно быть готовым платить цену, и цена должна быть уплачена. Одна из любимых фраз моего папы, когда я говорил ему, пап, а я бы хотел от тебя совета, когда на служение какое-то идти, что делать, как быть, он говорит, сынок, запомни одну вещь, за все надо платить. Если ты не готов платить, лучше не начинай. Если хочешь торжества и победы, будь готов платить. И чем больше ты готов отдать, тем больше будет радости от победы. и последнее реальный триумф в нашей жизни, он должен и должен быть место, если мы поймем, что каждый день, который нам дает Бог, это возможность. One day at a time. So with Jesus. That's all what I ask. Give me the strength to live for you just one day. One day at a time. Всего лишь один день. Завтра, что будет, я не знаю, что принесет в завтрашний день, тоже не знаю, но на сегодняшний день я хочу умыть ноги кому-то. Я в переносном смысле говорю. Я хочу кому-то послужить. Сегодня я хочу кому-то подать руку помощи. Сегодня я хочу какому-то рабу первосвященническому, помните, как в Геснеманском саду Христос приложил ухо и вылечил его. Я хочу, даже находясь сам в страданиях, все равно хочу использовать любую возможность для того, чтобы сделать что-то доброе. Тех, кого ты мне дал, я хочу быть благословением для них. Не завтра, когда я на пенсию выйду. Не завтра, когда я все деньги заработаю. Я хочу сегодня это сделать. Я хочу сегодня, когда ты мне дашь день и пошлешь человека на моем пути, не упустить эту возможность. И тогда мы будем с вами иметь благо победной жизни. История последняя, и мы помолимся вместе с вами. В одном царстве, так скажем, государстве был очень надежный слуга у царя. В этом царстве случился переворот. Царя свергли, он убежал, другой воцарился, его надежного верного слугу посадили в подвал и одели руки и ноги в кандалы в цепи. Прошло время, царь, находящийся в изгнании, собрал армию, пошел войной и назад вернул себе царство. Он узнал, что очень многие те, которые окружали его, они были предатели, предали его. И он начал искать тех людей, которые остались. Он узнал только, что один остался верным, который сидит где-то там в казематах, в подвалах. Он позвал его и говорит, слушай, верный слуга, что ты хочешь, чтобы царь как тебя отблагодарил за твою верность? Раб ему говорит, я знал, что в один день вы все равно вернетесь. И говорит ему, мне от вас ничего не надо. Я рад вас просто снова видеть и быть рядом с вами и служить вам снова. И царь дает указание, он говорит, взвесьте, сколько эти цепи весят. Взвесили их на весах, и он говорит, теперь столько дайте ему золото и серебра. Он получил все золото, и царь спрашивает, а еще что? Может быть, еще какое-то желание? Знаете, что раб сказал? царь, цепи слишком легкие были. В проблемах нам кажется, все, это самая проблема, но когда мы посмотрим на свои страдания со стороны вечности, мы понимаем, это ничто. Когда мы смотрим на начальника и совершителя нашей веры Иисуса Христа, то наша вера укрепляется, мы смотрим на свои страдания и говорим, Господи, если я могу только часть Твоего страдания нести, that's ok. Апостол Павел говорит, я на своем теле ношу раны Господа моего Иисуса Христа. Я сораспялся со Христом. Пусть Господь благословит нас, друзья мои, в этом, чтобы мы понимали, что награда ожидает всех верных и любящих Бога. Пусть Господь благословит нас. Спасибо.